Слушай, ты поставь чайник, а я пока поищу твой диск. Чаю хоть выпьем. Хотя, у меня же нет чая, только пиво. Будешь пиво? Ну ты главное его не заваривай. Дарова народ, вы на канале Диуфплей, и сегодня мы попробуем попроходить демку надежды непрожитой жизни. Поскольку тут демка по заверениям авторов размером как небольшая ванка, то пока пройдем ее часть. А если это вас заинтересует, то пройдем тогда уже демку до конца отдельным плейлистом. Но пока остановимся лишь на части. Вот, и для начала, перед тем как мы начнем, хочу сказать. У этой новеллы есть озвучка, сделанная дубляжной. Ну называется так, творческое объединение. Когда я услышал, чё-то я как-то немного прихуел. Ну, сейчас как мы начнем, вы тоже это услышите. Еще больше я прихуел, что это творческое объединение делало дубляж, боже, я уже не помню чего там, Макота Сенкая, который еще прокатывался в кинотеатрах по России. Я такой, чё, блядь, серьезно? Ну ладно. А, собственно, если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так подпишитесь на канал. И погнали уже начинать. Кхм. Наслаждаемся дубляжом. Да-да-да-да, управление кровью. Пролог, потеря. Я понимаю. Да что ты, блядь, понимаешь? Я с этого голоса тупо, блядь, вопал. А-а-а, какой-то алказ. Почему у него... Ну что, ну зачем? Гопник-алкаш. Я стоял на угрюмом балконе, разгребая руками густой сигаретный дым. Она мертва! Мертва! Все, нет больше ничего! Это дубляжный голос называется. Андрей стоял рядом и смотрел на меня глубоким, понимающим взглядом, который, казалось, должен был успокоить. Напитать силой, дать возможность выйти из этого омута страха и отчаяния. Или хотя бы привести в чувство. Да, ты прав. Но мы уже ничего не можем сделать. Бля, эти эмоции, эти правильно расставленные акценты в предложении. Сука. Чего они дубляжи делают? Все, что могли, то сделали. Идет судебное разбирательство. И там еще был какой-то куратор у этой озвучки-то. То есть, он так послушал. А, ну заебись вообще норм, пацаны. Дальше башен пивас. Блядь, я аж текст пропустил, сори. Блядь, а тут назад нельзя отмотать? Собака. Глубокую, но горькую истину. Однако делать что-то было уже поздно. Буря эмоций захлестнула меня с новой силой. И что мне это дает? Что, блядь, мне это должно дать? И сдохший в два затяга бычок, точно моя надежда на счастливое будущее, рванул с балкона в ту же секунду. Какой в этом смысл? Нейв, бросать бычки в окно нехорошо вообще-то. Свино-то. Ну сядет он. Дальше-то что? А я отвечу тебе. Ничего. Но бездыханные многоэтажки никак не отреагировали на мои слова. Лишь за унывный ветер обдал лицо холодом, дав жесткую пощечину. Он твердо намекнул. Я тебя услышал. Руки задрожали, потеряли былую силу. Мы понимаем твои чувства. Рядом, буквально резонируя, вынырнул приятный женский голос. Мы тоже сильно любили ее. И были рады за вас. Этот родной женский голос в моменте стал лекарством. Ампулой жизни. Горячие слезы обильно посыпались из глаз. Потушили очередную сигарету. Не могу в это поверить. Ладонь разжалась. Очередной никотиновый оплот надежды полетел в блочную пропасть. Лишь родственная душа рядом не позволяла мне сигануть за ним. Все... Все так кончилось. Андрей взял за ручки коляску Лилии. И пододвинул ее ко мне. Я хочу, чтобы ты знал, какая бы беда с тобой не случилась, в какой бы бездну тебя не зашвырнула жизнь. Помни, твоя семья с тобой навсегда. На лице Лилии появилась улыбка. И она поцеловала меня. Способна ли любовь спасти мир? На свете столько людей, которые чувствуют себя одиноко. Они хотят любви, ласки и тепла. Но не могут получить. Способна ли любовь дать человеку надежду? Ведь нужно же ради кого-то или чего-то жить. Некоторые люди, скажем, живут ради своей любимой собаки. Разве их можно за это осуждать? Кто-то любит свое дитя, а кто-то... Никого. Я просто стоял и думал о всяком. Скажем, зачем сегодня куда-то идти? Ну, пойду я, начну и завершу определенное количество бытовых дел. Что изменится? Уже давно я не чувствовал себя живым. У меня не дело всей моей жизни. Меня никто и нигде не ждет. Никого не жду и я. Дни шли друг за другом с цепкой пустых вагонов, в которых нет ни одного человека. А я, как машинист этого поезда, совсем не знал, куда его направить. Думаю, что со стороны за мной очень забавно наблюдать. Руки и ноги на месте, туловище тоже. А головы на плечах нет. Иначе как объяснить мою тягу к саморазложению? Живи себе и в ус не дуй. Но я так не могу. И чё должно означать... Глава первая. Старые и новые знакомые. Локкистрайк на окне. Мои размышления прервал отец. Противный запах перегара заполнял всё пространство вокруг. Доброе утро. Назвали Августом. Пиздец, батя его не любит. Нет. Мой отец мне и не друг, и не сожитель. Он никто. Ни как человек, ни как семьянина, ни как отец. Связь потерялась в момент смерти матери. И наши сни мы с его... И его с реальностью. Не хочу его судить. Не все способны выстоять против ударов жизни. Вдруг мой взгляд упал на заманчивую пачку на подоконнике. Хотелось покурить, но я сдержался. Открытая форточка наполнила комнату свежим воздухом. Вытеснила зловоние и перегар. Наконец, я смог вдохнуть полной грудью. Вот так жизнь не налаживала. И кажется веселей. Рассветало. Солнце пробивалось сквозь ряды однотипных коробок и дорог. Когда на работу выйдешь уже? И тебе доброе утро, так сказать. Ладно, давай ответим. Двадцать лет, а сидишь на моей шее. Идиот. Да, с батей хуй поспоришь. Я же ходил в центр занятости. Работы нет. Скажем так, в центре занятости работ, конечно, есть. Но обычно это какие-то, блин, дворники, столяры, чё-то такое. И очень низкооплачиваемые. Как это работы нет? Ты в своём уме? Ты совсем? На окончании его реплики растворилась за закрытой дверью ванной комнаты. Зачем язвить в ответ? Какой в этом смысл? Что я ему докажу? Однако мысли об отце быстро испарились. Их подвинуло моё отражение. Как же хочется плюнуть в зеркало. В эту небритую и безобразную фигуру. Как же я завидую тем людям, которые принимают себя. Даже чуть-чуть. Тем, кто улыбается своему отражению каждое утро. Застиранный вечно чёрный прикид. Невнятная щетина. Есть внятная? Блин, как? Растянутая... Полотна под глазами. Бесформенная прическа худощавость. Заняться спортом всё равно лучше не стану. Я просто не смогу. Слабо отчеканил разум. Со школы ничего не поменялось, да? Взгляд в пол. Машка отказала. Дорога домой. Наушники в ушах. Не хочу оставаться дома. Лучше прогуляйся. О, у него прям игровой компудахтер. Скажем. Схожу к Семёну. Вроде бы я оставлял у него свой диск с фильмами. Что, блять? Кто ещё на дисках фильмы это самое держит? Кхе. Или же нет? Порнуху прячешь. Вспомнились слова отца. Но я действовательно корпел над коллекцией разнообразного кино. Что-то из советского репертуара. Что-то западное. Ещё французская классика. Ах, нихуя. Какой необычный внутренний мир у этого чувака. Был и другой диск с любимыми аниме. Но его, слава богу, я предусмотрительно оставил у себя. Так или иначе, сейчас стоит осмотреться. Может, и к Семёну не надо будет идти. О май. Так, ну давай плакат. Моё любимое аниме. Золотое время. Не, не смотрел. Именно оно когда-то вдохновило меня на поступление в универ. Но реальный мир быстро смел эту пелену с юношеских глаз. Имеем, что имеем. Так. Оно хоть как-то отмечается, что я смотрел, что нет. Несмотря на то, что я очень сильно любил литературу и кинематограф, я также обожал анимацию. Я всегда замечал, что в момент эмоционального упадка мне хотелось смотреть аниме. Повседневность, романтика, драма. Хотелось забуриться в эти миры и забыться в них. Спрятать голову в песок. Вообще непонятно, что я уже выбирал, что не выбирал. Давненько не пересматривал. Это ж не знаю, что это. Добрая история про школьников из Японии. Жаль, что у меня было иначе. Так, ну давай котейку погладим. Жаль, что надо было идти именно к Семену. В далеком прошлом мой хороший друг. Сейчас вечерний собутыльник. А плохой или хороший? Обычно люди считают друзьями тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Скажем, мой кот Евгений. Блядь, почему нахуй? Я не кот, я не его, я свой. Вот он точно подставит пушистое плечо. Слушайте, а просто ради интереса, а у котов, ну типа, это считается плечевым суставом или нет? И вообще пройдет со мной через все виды труп? Только гладь его, носи продовольственное даро и люби. Правильно говорят, что животные лучше людей. В детстве я очень хотел собаку. Но мама всегда была против, и мы решили взять кота. Бориса. Печально, что он прожил не очень долго. Но традиция любви к котам осталась. Так в нашем доме появился Евгений. Ладно, попробую не ржать с этого. Мокрый комочек забился в угол на улице. Когда я заметил его в потемках осенним вечером. Размышлений о правильности принятого решения не было. В ту же ночь мы с ним пили чай в его уже теперь любимом кресле. Бля, бедный кот, напоили чаем. Было бы замечательно как-нибудь завести собаку. Жаль, что на ее содержание нужны деньги. На себя бы найти. На кота, между прочим, тоже. Подожди, а зачем компьютер гладить? Ладно, так далее. Семен время от времени присылает мне свои игровые поделки. Интересно, может мне стоит пройти какие-то из них? Так у нас может появиться больше новых тем. Ну или лучше новости почитаю. Это похоже на семерку. А вот и первая игра от Семена. Скушай аниме-девочку. Да уж, с названиями у него точно беда. В любом случае, каждый день он будет присылать мне новые игры. Которые я смогу пройти и позже обсудить. Каждый день? Ебать, у него там конвейер. Кто знает, к чему меня это приведет. В настройках я нашел лишь одну заметку. Съешь их всех! Управление на стрелочке. Выйти нельзя! Удачи! Вот же юморист. Ну что же, вызов принят. Значит, управление на стрелочке. А, я понял. Блин, ну это как-то просто... Не, ну... Мини-игра прикольна. Ха! Легче легкого! Так, хорошо. Давай тогда поиграем еще в панельки. А-а-а! Типа браузер местный. Понял. Внезапно захотелось почитать новости. В отличие от отца, я не сидел за ящиком круглые сутки. Но в какой-то момент стал часто посещать новостные сайты. Женщина 300 метров от вас... А... А что она хочет? Нужен лишь простой советский... Не, не нужен советский. Зарабатывая в день, просто сидя на сайте 1000 баксов. Хе-хе, ну да. Мне казалось, что там информация... Информация более правильная. Ну или как минимум проверенная. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ну да! Но через годик-другой я понял одно. Пропаганда вездесуща. Пусть и под разным соусом, приправой и с разной закуской. У этих одно, у тех другое. И в этот раз ничего не поменялось. Красное против синих, зеленое против розовых. И цветные вовсе пропали из новостных сводок. Но это у кого как. Поток дерьма в перемешку с похабной рекламой. Сбивал, затаптывал мое настроение еще сильнее. Ну и что я могу сделать? Один в поле не воин. Да и какое поле? Нет его уже давно. Тьфуа! Так. А там вообще такать можно? Так, это нельзя. А, стоп! У меня тут еще мышка не отображается. Ту-ту-ту-ту-ту. Захватку от втора. Гздыньк. О! Теперь есть. Короче, я пытался. Что-то потыкать. Нихуя. И это нихуя. Может это хотя бы? Нет. Это все не кликабельно. Так. Ну с компудахтером поигрались. Как и ожидалось, диски я так и не нашел. Однако на дне коробки обнаружилось парочка интересных журналов. Так, подожди. Там батя дома. Или тебя не смущает? Какое лучшее аниме России. Там оно одно. И то совместное. Тут первый отряд. Ничто человеческое мне не чуждо. Ну ладно. Там внутри аниме более интересное аниме. Понимаю. Так. Ну, тут мы вроде как все смотрели. Давай на выход. Ай, опт. Хм. Взять ли мне сигареты отца? Наверное, он опять разозлится, если узнает, что я взял их и не спросил разрешения. Да похуй берем. Надеюсь, я не пожалею о своем выборе. Так, хорошо. Сиги взяли. Посмотреть. Да, погода сегодня все же неплохая. Интересно, будет ли комфортно в одной рубашке? Впрочем, да, думаю, Семену все равно дойду быстро. Ну ладно. Чистая пустая кастрюля. И неудивительно. В этом доме не бывает и ничего, кроме наггетсов и пива. Зато мыть ничего не надо, как говорит отец. Ну вот, правильно. В гостиную. Сталин, что ли? Дедушка погиб на войне. И все же они с отцом очень похожи. Да не, батя какой-то анимашный очень. Да, в грамотности моего отца можно было усомниться. Но в нашем доме всегда было много книг, особенно до смерти мамы. Она любила разнообразную литературу. Много читала и мотивировала других читать других. Именно благодаря ее стараниям я полюбил русскую классику немцев и французов. Жаль, что от нашей гигантской домашней библиотеки остались лишь две хиленьких полки. А русская литература просто закончилась. Еще живая мама. Еще нормальный папа. Как же это было давно. Мда. Что, почухаем бать? Блять, не будем его будить. Пошел он в жопу. Телевизор. Конечно, мы с отцом никогда не шоковали. По крайней мере, я не припоминаю подобного уже в сознательном возрасте. Но это старческое недоразумение мазулило мне глаза каждый день, когда я заходил в нашу гостиную. Я уже и забыл, когда последний раз видел такие телеки, честно говоря. Средний телевизор стоит копейки. Даже я при сильном желании мог бы его купить. Ну, типа, желания нет. Но отец твердо отстаивал свое право залипать в полумертвый ящик советского производства. Что же, это его выбор. Его борьба. А вот рыбу бы я б спиздил. Ну, что за грязь? Что за старье? Какой смысл перечитывать газеты из прошлого века? И ладно это. Но зачем так все разбрасывать? Тьфу! Да не плюс это прям тут. Ключи? Не, это перебор. Взять ключи от машины отца? Можно сразу гроб заказывать. То есть мы их все же не возьмем? Не, нельзя. А пиво Андрей? Любимое пиво моего отца. Ну, разве что охота может этот титул оспорить. Бля... О, ёбаный ты в рот. Хотя я даже не знаю, какая это охота на снег. Немного другие пиво Андрея. Так, гитара. Так, а это в подъезд обратно в комнату? Ага, это навигация. Я понял. Насмотреть гитару. Сколько пережила эта бедная гитара? Уже и вспомнить тяжело, сколько раз отец с Афанасием играли на ней. Сидя на кухне. Цой Высоцкий. Короче, шо батя знал, то и играл. А знал он... Немного. Бутылководки и мужские разговоры. Welcome to the club, buddy. Ладно, в подъезд. Блядь. Гоп Тора Дора. Хе-хе-хе, кипиздец. Клечи в кармане, дверь закрыта. Типичный хрущевский подъезд встретил меня шмотками... Шмотками летающей пыли? Чего? Да, точно продолжение нашей с отцом квартиры. Но это вам не современные дома. Слышь, там даже стены не облупленные. Пф, и ступеньки нормальные. Пф, ах! Где вы вообще такие видели ступеньки? В старом фонде зона ответственности не заканчивается прихожкой. Затклая пыль одна, а зона общая. Дядя Август, здрасте! Блядь, ну здравствуй. Странное лицо. И тебе привет, Анюта. А вот и новая маленькая соседка, которая живет с мамой этажом выше. А то я так понимаю, мама. Или с сестрой. Кто это вообще сидит там? Дом она старый, конечно. Однако новых соседей в последнее время заметно прибавилось. Интересно, кто еще к нам заехал? Она ничего такая. Блядь, она пиздец. Не апокау ебу, десу. Ну, та, что постарше. Где-то я ее уже видел. Ммм, заговорить? Привет. Я смотрел себе под ноги. Он с палом здоровается, что ли? Лицо незнакомки не поменялось. Опять промямлил. Да что ж такое? Казалось, что она вообще не сдвинулась с места, точно статуя. Ну, раз так. Наверное, не хочет разговаривать. Затклость подъезда сменилась утренней прохладой. И она казалась какой-то неестественной. Не похожей ни на свежий ветерок, обдающий тебя на террасе летним вечером. Ни на отголосок зимы майской ночью. Это была именно контрастная прохлада. Скорее, даже холод. Как будто было лето, а теперь и наступила зима. Вот только художник забыл сменить декорации. Головная боль усилилась. Надо было принять таблетки. Те давно выписанные пилюли. У отца точно что-то было в сумке. Однако в кармане куртки я обнаружил только пачку сигарет, в которой лежали две спасительные палочки. Да то шубати там спиздела, там пачка была полная. Ну, тут уже как на войне. Нет антисептика, буду заливать рану водкой. Приятный спазм сосудов дал по голове. И ясность ума вернулась. Родная пятиэтажка сверлила взглядом... Кого? Жопу? Куришь? Бормотал ее бетонный язык. Зачем эти эпитеты? Подначиваешь, хотелось ответить. Клиника подумала и с тому парню рядом. Так, куда идти-то будем? Короткий путь. Длинный путь. Ладно, давай длинным пойдем. Не буду торопиться. Прогуляюсь. Ах, типичные киоски. На полпути к дому Семена захотелось остановиться в одном из дворов и передохнуть. Тишина под навесом зеленых пушистых ветвей стала блаженством. Они словно защищали меня от солнца, которое сменило недавнюю прохладу и раскаляло потускневший асфальт. А от сладкого пения птица ласково пробуждала заспанную голову. Почему тротуары такие ровные? Где яма на них? Где мертвый голубь посреди дороги? Херня какая-то, не верю. То ли грачи, то ли скворцы. Надо было лучше слушать уроки по биологии. В этом году хорошая весна. Мама мне всегда говорила, нет плохой погоды. У меня, конечно, было другое мнение, но возникшее в этом уголке природное благолепие не позволяло мне не согласиться с ее позицией. Однако, пока я стоял и наслаждался утром, из-за угла вышел дедушка с забавной шапкой, из-под которой выглядывал пучок седых волос. Он как-то странно посмотрел на меня. Подожди, это же этот... Боже, я забыл, как его. Этого придурка старого. Этот шок... Бесогон бесогонит. Бля, я бездорофла забыл, как его фамилия. Ну, поняли, короче. То ли с интересом, то ли с укором. Мол, бездельник, чё не работаешь. И вот ведь интересно, как ему живется в нашей современной стране. Ведь годы Союза давно ушли. По-моему, нихуя не поменялось. Остался ли он на обочине истории? Может, смог адаптироваться? Сейчас не каждый старик способен держать руку на пульсе прогресса. Однако принять перемену, думаю, придётся каждому. Рано или поздно. И не успел я закончить свои размышления, как девуш... Как девуш... Сука. Как дедушка скрылся за ближайшим поворотом. Кстати, вот... Стал замечать, что последнее время как-то очень много этих размышлений о как было при совке, а вот как теперь. Блядь, какая хуй разница. Было и было, блядь. Странный он какой-то. Ладно, пиздаем дальше. Аж два моста. Давненько я не выходил утром на улицу. Уже полгода мне не удавалось найти работу. Учитывая моё образование, ману и не мудрено. Не оконченное высшее в сфере дизайна и архитектуры. А чё не окончил-то? Мало того, что оно не оконченное, так ещё и портфолио с опытом работы у меня нет. В университет мне пришлось поступать в том числе для того, чтобы сбежать от армии. А дальше что, уже не надо было сбегать? Тогда и речи не было о каких-то целях, о осознанном выборе. Хотя. Хотя я не был исключением. Практически никто из моего класса не смог позволить себе подумать о том, куда он хочет поступить после школы. Просто не было возможности. Вопрос выживания. Хотя, если искать возможности, то можно же что-то найти. Есть интернет, в конце концов. Но я не двигался в этом направлении. Значит, мне просто комфортно в этом болоте? Или я просто ничтожен? Посмотреть. Девки! Счастливые школьные времена. Радуются, фотографируются, тиктоки снимают потом. Но он для фанс-контента наделают. Радуются так искренне, что даже тяжело смотреть. Ну, правда. Хуля, они такие радостные, курва! Не, это не зависть. Это данность. Радуются, друзья. Я не знаю. 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 Семен, как я у разбитого корыта. Многие мне говорили, как легко начать заново. Мол, ты еще молод, активен. Задора полные штаны. Но сил нет. И стоило только вспомнить про Семена, как на горизонте появлялся его дом. Стандартная свитч, какой их в нашем городе была пруд-прудью. Советское наследие позволяло выбрать жилье на любой вкус. Да! Хочешь поменьше? Выбирай пятиэтажную малютку-хрущевку. Хочешь средний класс? А у нас для тебя есть чудесная девятиэтажка. Желаешь посмотреть свысока на низкорослые просторы? Для барина есть особое предложение. Шестнадцатиэтажка. Блять, нахуя я выбрал длинный путь? Свои же... Да не, я мертв. А вот Алиса... Дура. Точно. Подъезд Семена язык не поднимался назвать парадной. Хоть корни его мамы были из Питера. 8-800-555-3535? Ну или Ленинграда. На старый манер. Но несмотря на это, атмосфера его лестничной клетки напоминала мне об ушедшем детстве. Как я тарабанил в его двери, чтобы мы в третий раз вышли погулять. Жаль, что я пришел сюда не по зову сердца, а по необходимости смешанной, своюющей с... Кукой? Алиса, дура ли она тоже? Алиса. Бывшая девушка Семена. Зачем он написал у себя под дверью об этом? Напоминать себе о ней, что ли? Интересно, это он зачеркнул. И кто такая Лена? Блять, ни дня без отсылок на болото. Рисунок. А, я даже не сразу заметил его. Мило. Раньше его тут не было. Значит, заехала новая семья. Ладно, давай почешем дверь. Но стук в двери ничего не дал. Ответила мне лишь эхо, раздавшаяся от удара. Ну, конечно. И даже не позвонить. Звонка-то нет. Дернул ручку. Открыто? Водила. Из каких это пор он не закрывает за собой двери? Так вот ты где. Кисок Сис? Да, хорошие времена были. Он увлеченно играл во что-то на компьютере. Но, как увидел меня, резко снял наушники, свернул игру и, улыбаясь во все свои тридцать два, побежал протягивать руку. Август! Рад тебя видеть! Ну, это уже дабляжный голос. По-братски ударил он меня по плечу. А мог бы и по яйцам заехать. Как ты? Ему правда интересно узнать о моих делах? Или это просто дежурная фраза? Пропустил автобус, вы пришли в гости к Семену. Блядь, тут был... Ладно. Неплохо. Вернее, хотелось бы в это верить. Ты сам как? Ложился вообще? Да я это... Ну... То есть не ложился. Тут от японцев бродилка такая интересная вышла. Не оторваться! Так, это какая? Понятно. Этот разговор начинал мне надоедать. А мне интересней стало. Правда, о чём мне с ним поговорить? О японских игрушках? О водорослях из мисосупа между его зубов? Слушай, я тут у тебя диск оставлял. С фильмами. Помнишь? Эээээ... Наверное. Ты же сам знаешь, какой у меня тут бардак. Да я б не сказал. Семён снова улыбнулся. Это мягко сказано. Улыбнулся и я в ответ. Скорее, из вежливости перед нерадивым другом. Слушай, ты поставь чайник, а я пока поищу твой диск. Ты ж даже не узнал, какой! Чай хоть выпьем. Хотя... У меня же нет чая. Хорошо, а чё ты собрался заваривать? По старинке веник? Только пиво. Будешь пиво? Но ты главное его не заваривай. Дружище, если честно, я не имею ни малейшего желания пить с утра пиво. С утра выпил весь день свободен. Не мой принцип. Да ладно тебе! Ты ко мне и так раз в 300 лет захаживаешь. И откажешься от благородного напитка? Я не мог определиться, словно был девушкой, у которой, кроме основного парня, есть ещё тысяча запасных аэродромов. Ой, твоя взяла. Неси свои бутылки. Один момент! Он скрылся в недрах своей берлоги, а я принялся рассматривать комнату. Ну, я думаю, сегодня на этом мы остановимся. А если вам будет интересно продолжать, ну, конечно, продолжим. Если интересно, то, блин, поставьте лайк под видосом и напишите об этом в комментариях. А то ж, блин, ну, как угадаешь? Смотрите, не смотрите. Собственно, вот как-то так. А на этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!